всем привет привет ты зашел сегодня ко мне на канал в гостях у павловны сейчас буду заводить тесто замечательное уникальное такое тесто я не знаю стряпает кто из вас по такому рецепту или нет но я покажу вот этот свой рецепт что я беру я взяла вот 200 миллилитров у меня картофельного отвара я варила картошку пюре делала и вот такая кружка такая ну на 200 миллилитров так что я еще возьму не удивляйтесь такую же кружку вот такого огуречного рассола огурчики открыли сейчас я его процежу это кстати к слову сказать это тайные огурчики очень вкусные очень замечательные кто со мной тот знает что я осенью так делала огурчики по таниному рецепту это наша родственница так сейчас процежу рассол так у меня немножко не хватило чтобы дополнить я открою еще там баночку у меня помидорчики есть так открыла еще одну баночку и вот сюда рассольчик у меня помидорки были так что я сейчас чайная ложка соли чайная ложка сахара 4 столовых ложки растительного масла так и сейчас все хорошо размешаю чтобы сахар у меня растворился с солью у меня картофельный отвар чуть-чуть еще горячего ты поэтому мне нужно чтобы и он еще остыл потому что дрожжи я сейчас буду сюда 7 грамм даже даже сухих и отмели на 800 грамм рассеяла 800 грамм муки такие у меня обычные дрожжи тут ровно 7 грамм сейчас размешаю и буду вводить муку и размешивать тесто замешивать его буду руками сразу высыпаю всю муку сейчас дрожжи размешаю все буду размешивать до однородной массы ну как обычно тесто тесто я взяла сегодня вот такое ведерочко то у меня специальная ведерочка для теста тесто должно увеличиться в 2-3 раза поставлю сейчас его на батарею там тепло хорошо ну продолжаю размешивать ну что замесила тесто я чуть-чуть знаете еще добавляла чуть-чуть чтобы буквально ну горсочку такую оно не должно быть густым сейчас накрою полиэтиленом мешочком и поставлю в тепло у меня свекровь царствие небесное постоянно стряпала пирожки на картофельном отваре даже бывало знаете вот варится картошка в унгир она достала картошечку одну растолкла кипяченой водичке добавила размешала такая-то жиденькая и на этом стряпала пирожки были очень вкусные ну а я здесь еще добавила и огуречный рассол с чем буду стряпать сейчас покажу ну а стряпать с чем буду вот у меня здесь стряпала пирожки с груздями с рисом с луком осталось немножко заморозила сейчас до оттаивает немножко с таких пирожков творожок также остался творожок надо все дело прибрать и вот такие яблочки вот я уже несколько лет с вами и не устаю показывать вот эти яблочки как они хорошо хранятся как они хорошо выглядят посмотрите беленькие и главное что мало сахара идет для заготовки поэтому и такие пирожки я люблю их и с кашей и просто с чаем в прикуску ну в общем немножко тех немножко тех немножко тех но сейчас тесто поднимается увеличится оно должно хорошо и это тесто я хочу заострить ваше внимание для пирожков жареных во фритюре хочу показать как у меня поднялось тесто вот оно до самой ручки дошло сейчас вот оно такое хорошее тесто сейчас я буду его раскатывать и стряпать пирожки стряпаю пирожки с груздочками я вот разделала тесто такое мягкое я его раскатывать скалкой не буду я вот здесь его немножко маслица на эту скатерочку сделала и начинку защипала и все буду печь сейчас тесто не тесто масло разогревается пирожки эти с груздями очень люблю после капустных вот они у меня такие хорошие вкусненькие будут с груздями жарится пирожки а я здесь уже с творожком делаю в творог добавила одно яйцо сахар перемешала с творогом будут у меня такие тупенькие с концов чтобы отличались а с груздочками острее острые вот такие а эти закруглила чтобы отличались вот они уменькие постряпала пирожки с груздями и с творогом остаток теста решила думаю не буду больше пирожки вот такие баурсаки не знаю правильно неправильно я их называю но я их называю баурсаки это тесто жареное с сахарной пудрой посыплю очень вкусные и можно также с яблочным вот этим с яблочками прикуску еще горяченькие посмотрите какое тесто смотрите какое тесто супер 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 очень вкусно сейчас еще пирожки покажу пирожки тоже отличные получились вот эти у меня с груздями это с творожком очень вкусное хрустящее вот они начинки много тесто вкусное в общем если кто-то стяпал так пирожки возможно у вас какие-то есть свои нюансы поделитесь пожалуйста своим опытом своими знаниями очень интересно а сейчас говорю всем до новых встреч друзья до новых идей до новых рецептов с вами я ваша павловна